В эфире телеканала ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Кузнец из Донбасса передал Ленинскому городскому округу звонницу, которую смастерил из настоящих гильз, собранных под Мариуполем. Мы постарались реализовать данную цель для того, чтобы в память установить у нас на мемориале именно вот эту звонницу. В муниципалитете продолжается торжественное вручение первых паспортов. Увидев, как моя дочь получает паспорт из рук Татьяны Юрьевны, я вдруг поняла, что мой ребенок взрослый. В ВИДНО наградили лучших воспитателей частных детских садов. Все специалисты с большой буквы. И находиться в числе этих специалистов – это, конечно, огромная честь. Кузнец из Донбасса передал Ленинскому городскому округу звонницу, которую смастерил из настоящих гильз, собранных под Мариуполем. О том, где будет установлен этот ценный подарок, расскажет Юлия Погасьян. Дружба руководителя боевого братства Ленинского городского округа Владимира Писаченко и кузнеца из Донецка Виктора Михалева зародилась в начале года. Тогда мастер работал над созданием звонницы из гильз. Договорились, что свое место, мемориальный комплекс, займет в ВИДНОМ. На днях Владимир привез скульптуру. Благодаря Владимиру у нас завязались такие, знаете, очень доверительные, очень хорошие, теплые отношения. Не только с нашими бойцами, с кем мы уж точно родственные отношения и родственные связи. Но и с населениями, и с теми, кто там живет. И сегодня мы получили от Владимира из его рук, получили не один подарок, а даже два. В ответ нашим жителям пришла звонница. А второе, пришла видеоблагодарность. Звонницу Кузнец создавал в память о детях, погибших в войнах разных лет. Гильзы, из которых сделана скульптура, собранные под Мариуполем. Любой желающий, находящийся в нашем городе, может прийти, взять, как говорится, вот этот ключ и, грубо говоря, одним ударом помянуть любого ребенка, который был погибший, неважно, в каком он был возрасте. Ко дню защиты детей частичка Донбасса найдет свое место. На открытие скульптуры планирует приехать ее создатель, кузнец Виктор Михалев. Вот эта благая цель, благая задача, она была также поддержана руководителем Совета депутатов, председателем Радчиков Станиславом Николаевичем. Мы постарались реализовать данную цель для того, чтобы в память установить у нас на мемориале именно вот эту звонницу. Также с Донбасса Владимир Писаченко привез письма, которые в ответ на детские открытки написали бойцы специальной военной операции. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Ургосадовская. Видно-ТВ. Получение первого паспорта – запоминающиеся события в жизни каждого гражданина. В последние годы это мероприятие происходит в торжественной обстановке. Подробнее о церемонии расскажем в нашем сюжете. В здании администрации Ленинского городского округа в торжественной обстановке юные жители получили свои первые паспорта. На этот раз главный документ вручила и поздравила юноши и девушек заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова. Еще 10 молодых граждан России, области Московской, Ленинского городского округа сегодня получат паспорт гражданина Российской Федерации, великой страны. Вместе с паспортом ребята получили не только новые возможности, но и должны не забывать, что теперь они несут ответственность за свои поступки. Впереди у ребят окончание школы, выбор профессии, поступление в высшие учебные заведения, взрослая жизнь. А пока они делают фото на память со всеми участниками торжественной церемонии. В теории есть план поступить на факультет телевидения, допустим в МГУ, но это не точно, это просто как вариант. Но меня привлекает вся такая сфера, вот как раз с телевидением, с журналистикой, с актерским мастерством, поэтому думаю развиваться в творческой сфере. Дома вместе с родителями Мария обсуждала перспективы получения паспорта и ждала это важное событие. Мы с ней готовились именно вместе пойти и сдать документы на паспорт. И когда нам сообщили, что нас приглашают, много мы беседовали, как это происходит, какая ответственность, какие обязанности. Но у нас еще и папа юрист, поэтому там и папа свою лепту внес, объяснив, разложив по полочкам все законы, права и обязанности. И вот сейчас, увидев, как моя дочь получает паспорт из рук Татьяны Юрьевны, я вдруг поняла, что мой ребенок взрослый. Согласно законодательству, первая замена паспорта произойдет по достижению 20-летнего возраста. Татьяна Брылова, Дмитрий Книга, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В Видновской гимназии прошел урок финансовой грамотности для учеников восьмых классов. Мероприятие провели представители партийной ячейки «Единой России» финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа. Что такое семейные бюджеты, как им управлять, как функционируют бюджетная и налоговая системы страны, что такое публичное слушание и инициативное бюджетирование? Эти и многие другие вопросы обсудила с ребятами заместитель начальника финансово-экономического управления администрации Ленинского городского округа Ирина Ермилова. Вчера, кстати, проходили слушание об исполнении бюджета Ленинского городского округа за 2022 год. И приходили активные жители Ленинского городского округа, правда, очень много возражали, много вносили предложений и принимали активное участие. Это тоже очень важно и достаточно часто это бывает, когда проекты размещают бюджеты и когда уже отчет идет. Ребятам также рассказали, как составляется бюджет Ленинского городского округа и на что тратятся эти средства. Подобные уроки финансовой грамотности проводятся в рамках партийного проекта «Направление экономика развития» народной программы «Единой России». Ребята слушали и могли задать интересующие их вопросы. Узнал много нового про бюджетные распределения в нашем округе, узнал про заседания об отчетах и, в принципе, то, что они публично на них могут прийти. Узнал о том, как правильно распоряжаться своими доходами, как рассчитывать расходы, на что нужно тратить деньги, на что не нужно. В завершении мероприятия представители молодой гвардии «Единой России» раздали ребятам небольшие сувениры. В «Видном» наградили лучших воспитателей частных детских садов. Фестиваль педагогического мастерства проходит уже во второй раз. Инициаторы мероприятия – представители профильного комитета при торгово-промышленной палате Ленинского городского округа. Подробности в репортаже Юлии Погосьян. Юлия Цуканова на днях стала многодетной мамой. Даже на самом позднем сроке беременности продолжала ходить на работу. Вот и сейчас уже в строю. Женщина – воспитатель в детском саду. Говорит, просто не может оставить своих подопечных. Для нее они стали родными. Сегодня ее чествуют как лучшего педагога дошкольного образования. Это очень льстит, во-первых, конечно, что выбрали тебя. Но с другой стороны, понимаешь, что на самом деле все специалисты – с большой буквы. И находиться в числе этих специалистов – это, конечно, огромная честь, гордость и спасибо огромное нашим руководителям. Фестиваль педагогического мастерства в Ленинском городском округе проходит во второй раз. Мероприятие организовано Комитетом по поддержке и развитию частных дошкольных учреждений при торгово-промышленной палате муниципалитета. В этот раз среди участников – семь детских садов, руководители которых отобрали среди своих сотрудников по два лучших воспитателя. Смотрелась, в первую очередь, эта работа с детками, насколько человек компетентен в своей профессии. И второй момент – это работа с родителями, что немаловажно в частных детских учреждениях не только уметь работать, но и уметь донести это до наших родителей. Команда. Именно так про себя говорит каждый коллектив частного дошкольного учреждения, сотрудники которых уверены – это не просто работа, а призвание, потому что дети чувствуют все. Здесь не скрыть недовольство или плохого настроения. Малышам необходимо нести только счастье. Нужно любить этих детей. Одно дело, когда мы любим собственного ребенка, другое дело, когда это чужие дети. Понимать их, когда они не разговаривают, допустим, как они себя ведут. Чуткостью, вниманием. Не знаю, мне кажется, это настолько обширная тема, что человек должен быть во всем и каждый раз повышать свою квалификацию. Лучшие в своей профессии – пример для подражания другим воспитателям. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно.ТВ. В нашей новой рубрике «Афиша выходного дня» расскажем об интересных мероприятиях, которые рекомендуем посетить жителям Ленинского городского округа в субботу и воскресенье. Для любителей спорта 20 мая на стадионе «Металлург» пройдет второй тур молодежного первенства по футболу. Начало игр в 10.00. Ценители актерского мастерства могут посетить премьерный спектакль младшего состава народного театрального коллектива «Твит». Постановка по мотивам пьесы Хуба Ульиха у Ковчега 8 пройдет на сцене Дворца культуры «Видное» начало в 12.00. В 13.00 поклонников классической музыки историко-культурный центр приглашает на концерт учащихся детской школы искусств поселка Развилка. 20 мая в Докабуре Вестник в 12.00 пройдет мероприятие под названием «Мы танцуем для вас. Вход свободный». Культурную программу субботы предлагаем продолжить в Центральном парке и насладиться выступлениями вокалистов творческого объединения «Тарантас» и группы «Звон». Начало в 17.00. В воскресенье 21 мая во Дворце культуры города «Видное» пройдет отчетный концерт творческих коллективов досугового клуба «Мечта» под названием «Радуга талантов». Начало в 14.00. 21 мая в Деревне Горки пройдут гонки на выживание. Начало в 12.00. А на стадионе «Металлург» в 13.00 состоится чемпионат Московской области по артфехтованию. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.